Привет всем! Вы снова на канале SORM TV. Это снова я, Сёгун, как можно догадаться по неймтейпу на бронике. Сегодня я без штатива, ну как обычно, наверное, уже и без микрофона, поэтому будем исходить из подручных средств. Ну а, собственно, предмет обзора уже на ваших мониторчиках. Это опять тихонечко вышедший новый P-Mac от Beta Project, который является на самом деле дочкой Ореса. И заточена под изготовлением всяких мелких аксессуаров, редких, и, соответственно, раньше изготовила для франшизы Magpul PTS. Значит, это P-Mac нового поколения, скажем так, а после утери лицензии всеми. Значит, для людей, которые ещё не в курсе производства Beta Project, которые по 75 шаров были знакомы нам на рынке, они уже прекратились в связи с тем, что американцы очень здорово агрятся на азиатов. Потому что денежки делают, а американцы не участвуют. Вот, соответственно, первое, что, наверное, вы можете заметить, это отсутствие маркировок. Чуть попозже я поменяю кадр, поверчу его в руках, чтобы было понятно. Да, пока для красивой картиночки пройдёмся по таким поверхностным вещам. Как видите, как и на оригинальных, последней версии Airsoft, значит, механтиках от PTS Magpul, типа версии 2, здесь уже нет окошечка для того, чтобы видеть состояние, соответственно, наполненности вашего магазина. Да, он сплошной. И на месте, на том месте, где раньше красовалась надпись P-MAC, теперь, соответственно, такие шашечки. Вот. Соответственно, в принципе, это для меня лично номинально не очень важно. Для тех людей, кто очень стесняется, то, что надписи нет, ребят, ну, покупайте обычную петлю резиновую, всё, и всё как бы закрывается спокойно. Вот. Соответственно, никаких лейбух с нашим любимым логотипчиком тоже практически нигде нет. Единственное, что вот клеймы сделаны шрифтом Agency FB, который использует Magpul как свой фирменный шрифт. Вот. И также есть кое-какие изменения по конструктиву. Давайте сейчас я поменяю позицию, и мы посмотрим, что же, что же поменялось в новых P-MAC и чем они отличаются от любимых Beta Project. Так, ну, на самом деле, перейдём к деталям. Сейчас у нас будет небольшая дрожонка камеры, так как, напомню, штатив отсутствует. Вот. И мне придётся исполнять чудеса эквилибристики. Соответственно, одну руку держать довольно тяжёлую камеру, вторую, и, соответственно, оперировать с магазином. Начнём мы с низа, да, так как у нас магазин повернут, наверное, для этого самой более удобной стороной. Значит, по промаркировке, соответственно, эти орчьи и шашки я уже сказал. Что с ними делать? Тоже. Если вы боитесь, что вас запалят. Значит, нам интересна здесь площадка. Площадка несёт в себе достаточно интересный конструктив, и она отличается от стандартных, да, решений, к которым мы привыкли. Значит, снизу можете видеть рисунок. Он сделан под MacPool, но не повторяет, да, там оригинальный. Вот. И, да, вы видите имитацию, как вы знаете, у BetaProject, ну, а, может быть, не знаете, у BetaProject сплошные магазины, они не двухкомпонентные. Вот. Имитацию кнопки. На самом деле, кнопки здесь никакой нет. Это такая дань традиция. Текстурная, значит. А почему нам интересен, в принципе, интересна сама площадка, значит. Теперь площадка, значит, соответственно, разделена на две части. Ну, не разделена, а с корпусом магазина рассечена. Вот. То есть, снимается она в другую сторону, и, соответственно, на место неё вы уже петлю пластиковую не наденете. Ну, я их не использую, кто-то использует. На самом деле, их очень сложно найти. Я использую резиновые петельки, значит, соответственно, вот фиксаторные выступы. Вот. Держится это всё довольно надёжно, но здесь нам интересно не это, а интересно нам вот эта часть. Теперь, соответственно, винт шахты с пружиной находится снизу. Вот. И имеет очень удобное такое минусовое отверстие, щель, когда можно хоть вручную, хоть монеткой, хоть отверточкой, соответственно, открывать шахту, обслуживать магазин. Вот. Вернули площадочку на место. Так, соответственно, площадка теперь закрывает доступ к шахте для пружины. Соответственно, это здорово. Песочек туда под винтик забиваться не будет, она надёжно спрятана. Вот. Ну и, соответственно, новая конструкция за счёт того, что здесь нет окошек, позволила увеличить саму шахту. И самая главная и приятная новость – это то, что эти пимаги заявлены как 140 шаров. Я забивал туда где-то 120, вроде, чтобы, если приложить усилие, ещё можно туда дозабить, но я решил этого не делать, чтобы, ну, пружины не насиловать. Вот. Поэтому это, наверное, первый пимаг на рынке, который работает нормально, чисто по механике, и который при своей ёмкости не стоит, там, овер 2000 рублей. Насколько я знаю, сейчас он столько в магазинах в России стоит. Вот. То есть, очень приятная штука. Плюс она поступает, к сожалению, коробки уже не осталось. Она там уехала. Значит, поступает она такой же, как и старый Betaproc, же коробки по 5 штук. Вот. Чуть-чуть дороже, чем были старые. Правда, старые, видимо, из-за того, что их с производства сняли, он тоже будет дорожать. Вот. В общем, приятное дополнение. Покупаешь две коробки и полностью снаряжён механами, вообще, по-самому, не балуйся. Значит, по поводу отличий, кроме вот этой вот части, соответственно, площадки, есть ещё некоторые вещи. Это первое, значит, и спереди, и сзади ребер магазина сделаны такие насечки. Я не знаю, зачем. Может быть, и новых версий Pimaga должно быть так, потому что вроде бы как... Ну, по крайней мере, дилер мне сказал, что они действительно сделаны с оригинального образца. Может, каких-то регионов он там выпускает. Ну, в общем, засечки есть. Может быть, для того, чтобы избежать нагоняя за лицензию. Типа он слишком похож, гады-гады. Вот. Ну, по сути, они присутствуют, в принципе, особо незаметно, блядь, и не мешают. Значит, ещё из отличий, это то, что появился вот этот вот задничек, который упирается в угол шахты магазина, соответственно, там, где, куда присоединяется гарда спуска. Вот. Он позволяет зафиксировать магазин в максимально удобном положении. Да, и, соответственно, не даёт ему люфтить вот примерно в таком ключе. Значит, единственное, что не заникает с некоторыми бадиками косяк, то, что он до конца не досылает магазин. Вот. Ну, при небольшом напилинге, благо, снимается пластик достаточно легко, хотя и довольно плотный. Вот. Это можно устранить, особых болезней тут никаких нет. Рёбра такие же, как на старом Beta Project. Значит, поменялась маркировочка теперь. Сейчас потом покажу на другом Beta Project. Ну, на старом Beta Project там есть девятое, вот это, видимо, десятое, то ли серия, то ли партия, может быть, станок, не знаю. Ну, вот и долгожданное упоминание о третьем поколении. Значит, это W3. Сделан он шрифтом Agents AFB, как MacPool использует. Вот. Это третье поколение самих PMAG-ов. Вот Beta Project. И идём мы наверх. Значит, наверху сделана очень приятная такая штука, имитация загиба губ, как у боевого магазина. Вот. И маркировочка, соответственно, с обозначением огнестрельного калибра 5,56 на 45. Значит, передочек утоплен. И сама вот эта вот шахта подачи шаров с фиксатором, она чуть больше, чем на, как бы, на остальных PMAG-ах. Соответственно, это сделано для того, чтобы выровнять площадку, не было перекоса магазина. Вот. Ну, в принципе, такие вещи довольно приятные. Фиксаторы там и задняя часть, в принципе, без изменений. Вот. Единственное, вы можете заметить, что у меня подточено окошко для фиксатора. Значит, это, ну, как бы сказать, не косяк, а специфика моего бадика. Она у меня от King Harps. И внутри стоит Lonex-овский бокс. Соответственно, у него очень большая борода, и поэтому верхатура вот эта упирается. То есть, я в других приводах вставлял нормально. Там, запустим, с алюминиевым боксом. А здесь эта зараза упирается туда, и, соответственно, пришлось подтачивать окошко. Но зато стоит намертво. Вот. Подтачивается это спокойно кухонным ножичком острие вот так просто поковыряете. Вот. И, соответственно, проблема будет решена. Ну, и как бы небольшой напилинг. Вот. Я думаю, то, что, в принципе, тут особо больше изменений, если показать только наглядно. Сейчас мы переключим камеру, и я покажу, чем же он отличается по габаритам, там, какими-то деталями от старой версии. Итак, значит, у нас настала череда сравнений. Значит, слева у нас, напомню, третье поколение помогов от Beta Project. И справа второе, да, предыдущее. Значит, ну, явные, явные отличия, вы видите, наглядно сами. Это, в первую очередь, маркировки, да. Напомню, вся дабалда начинается как раз и продолжается с этой чертовой закрытой лицензии от Magpul PTS. Касательно, точнее, от американского Magpul, а не в сторону азиатов. Вот. Ну, и, соответственно, самим поколением образца исходного. Значит, как вы видите, окошечко здесь отсутствует на втором, на третьем поколении. На втором поколении, это самая, на самом деле, аутентичная версия второго поколения помогов. По причине того, что окошечко здесь не наклеено, а это именно часть магазина. То есть, там вот, если вы видите, да, вот, видите просвет. То есть, это не наклеенное, как бы не наклеенное окошко с имитацией патронов. А действительно, там стоит имитация его, где-то вот такого вот, таких габаритов. И внизу установлена пружина, которая, соответственно, их типа подпирает. Вот. Это как раз одна из причин, почему у второго поколения небольшая емкость, как раз из-за этой части. Просто она огибает, по сути. Вот так огибает. Точнее, то ли так, то ли вот так огибает. Я, к сожалению, не разбирал магазин пополам. И, соответственно, окошко выходит вверх. Так, вот, соответственно, после того, как эта часть уже на последнем поколении удалена, проблем с размещением улитки для канала, ну, как бы, широподачи уже, она, эта проблема ушла. И, соответственно, позволила изготовить P-Mac, который больше по емкости, да, как у нас идет как раз в третьем поколении. Значит, замечу еще по текстуре и по цвету. Вы видите, слева он такой немножко койот-тан. Значит, а справа, второго поколения, он, на самом деле, этот пластик имеет мигрирующий цвет. То есть, при ярком освещении я довольно долго ждал нормальной ясной погоды, чтобы при турнальном освещении рассеянном было заметно. Он имеет такой желто-зеленый, такой, хаки-цвет. Вот, а при теплом освещении, там, где больше инфракрасный спектр, он уходит такой в розоватый. Но это больше домашнее освещение, соответственно, на обычном цвету он будет обычный, ну, цвет обычный Urban Tant. Или это Flat Dark Earth, как еще он называет. Значит, еще есть вещи, которые, на самом деле, нужно разглядывать. Но по текстуре этот пластик чуть менее зернистый, этот пластик чуть более зернистый. При этом вот этот чуть более костяной, насколько я знаю, он пенообразованный. А вот этот пластик литьевой. Значит, из таких вещей, я сказал уже, они отличаются по версиям самих исходных оригиналов. Соответственно, здесь грани более явные, здесь грани более такие скругленные, менее утопленные. Соответственно, где-то различаются по длине некоторых элементов. Но это чисто эстетические вещи, я думаю, особо они не важны нам. Значит, сейчас я буду переключать на разные кадры и, соответственно, показывать, чтобы было видно наглядно, к сожалению, онлайн зума. Лайфтайм зума у меня нету, поэтому будем смотреть, какими же деталюшками они отличаются и что, в принципе, поменялось. Значит, одна из таких важных вещей по поводу маркировок, как раз, которые упоминал. Вот здесь у нас, я думаю, вам видно, не сильно темно. Как раз мое упоминание о том, что была поменена сама пресс-форма. Значит, соответственно, справа на втором поколении, вот второе поколение W2. Значит, и, соответственно, номер пресс-формы это 0,9. Вот, на третьем поколении, соответственно, стоит буковка W, ну, буковка и циферки W3. Здесь используется, как я уже говорил ранее, шрифт Agency FB, который использует MacPool. И таким же шрифтом помечен, соответственно, номер пресс-формы. Это номер 10. В принципе, в принципе, особой нагрузки не несет. Ну, вот просто, чтобы вы немножко знали о том, как развивается постепенно ассортимент компаний и как отличить одну версию там от другой, вы теперь будете в курсе. Значит, дальше переключимся на низ, посмотрим. Так, вот наши площадочки. Да-да, не удивляйтесь, я буду использовать всякие элементы для подпорки, так как у нас реально полевые условия. И чтобы нормально выставить свет, который исходит от одного окошка, приходится использовать вот такие вещи. Да, это пульт мультиками, да, не обращайте внимания. Значит, все внимание сейчас на площадке. Как видите, здесь на второй генерации, как раз видите миграцию цвета, о которой я говорил, на втором поколении мы видим, соответственно, нормальную родную площадочку с маркировками PTS, вот MacPool, соответственно, тоже самое имитации кнопки, как я говорил, так как кнопка здесь не рабочая. Вот, и, соответственно, засечка передняя, я не помню, к сожалению, для чего она используется, но не особо важно. Повторюсь, то, что на третьем поколении, давайте я чуть-чуть сдвину, на третьем поколении это все уже чисто повторная имитация, либо действительно есть какой-то оригинал, с которого все это делали, ну, в общем, выглядит она теперь вот так. Так, значит, из того, что я заметил, старая площадка чуть-чуть шире, такая более ухватистая, ну, а новая площадка, там, ширина компенсируется тем, что часть самой площадки как раз является частью магазина. Очень, ребят, на самом деле это все неудобно. Ругаю я чуваку, который забрал у меня штатив, ну, в общем, вот, вы сами это, в принципе, заметите. Значит, дальше идем, перейдем сейчас к ребрам и, соответственно, к верхотуре. Как я уже говорил, на третьем поколении у нас появились засечечки. Непонятно, кому нужды или непонятно, откуда сделаны. Ну и, соответственно, вот этот вот выступ на третьем поколении, на втором поколении его нет. Вот. Точно такая, точно такая же, как бы, ситуация, кроме вот этого выступа и на передней части. Сейчас перевернем. Вот, выступы находятся на том же месте, засечки, как бы, ну, здесь так же дублируются. Вот, поэтому здесь отличий, на самом деле, достаточно мало. Сейчас будем пробовать. Нет, к сожалению, не получится. Значит, снова здесь дитунаджейстик мультиками. Вот вверх. Значит, справа, соответственно, второе поколение, слева третье поколение. Как я, напомню, уже говорил, у второго поколения доступ к шахте с пружиной находится сверху. Так, здесь этот порядковый номер моего комброда, чей, на самом деле, магазин. Вот. И, соответственно, отличие по, значит, по, значит, каналу подачи. И, наше, одна из вещей, о которой я хотел бы обратить внимание, кроме вот этих вот наплывов, загибов, это то, что отлично сделали подаватель на третьей версии. Сейчас попробую его чуть-чуть подвытащить, вот, зараза. Что-то убегаешь. Во-первых, он досылает, остается недосыл, но всего три шара вместо четырех. Во-вторых, он очень жесткий и не болтается, как на старой версии. Давайте вторую версию уберем. Здесь, в принципе, и так все понятно. Попробуем зафиксировать. Вот, вот так, я думаю, видно. Очень из хорошего пластика, он вряд ли надломится, по крайней мере. Но за нозу он точно не зацепится, как иногда цепляются податчики, типа, в магазинах, типа G&G. Вот. И сделан он, в принципе, приятно, довольно... Не позволяет шарам разворачиваться в канале по два. Особенно такие проблемы бывают у шаров, у которых уменьшен диаметр, типа, там, 5,95, а те же G&G в некоторых механах, которые двухрядные, они подклинивают по два. Там, или кривой гардер, то же самое бывает. Здесь проблем нет, ни разу не было застревания канала, хотя использую их уже, наверное, где-то вторую или третью неделю плотно. Вот. Очень хорошо себе показали. Ну, и, в принципе, я думаю, что это последняя заключительная часть того, что можно было разобрать по сравнению. Единственное, наверное, осталась оборотная сторона бумага. Опять будет разговор про маркировки. А дальше посмотрим, как он влезет. У меня есть два привода разных серий, соответственно, как он влезет в шахты и как хорошо он там держится. И, соответственно, заключающая часть, как я говорил, с левой частью мы уже разобрались. На правой, на втором поколении у нас всё ещё оставшиеся маркировки от PTS by Magpul, все дела, которые чаще всего встречаются, да, там, на оригинальных бумагах от PTS. Ну, соответственно, это дело больше лицензий. Вот. Ну, а сейчас перейдём к досылу. Так. Ну, соответственно, ребята, ещё чуть-чуть трясучки. Вот у нас первый испытуемый. Это King Arms. Девичество М4А1. Теперь это попытка постройки МК-18 блок 2. Или там МОД-1, как её называют. Но это сейчас к отношению не имеет. В общем, первым полезет у нас второе поколение. Всё, встало. Вот. И у него есть как раз небольшой люфт вперёд-назад. Вот. А вертикального у меня здесь нету. Но чуть-чуть его пошатывает. Вот. Подаёт он нормально. Ведёт себя хорошо. Ну, очень маленький. Поэтому как раз я в своё время и нашёл как раз новую трёшку. Вот. И вот как становится трёшка. Трёшка. Внимание на фиксатор. Всё, фиксатор ушёл вниз. И вот здесь нет люфтов вообще никаких. То есть, ни вертикальных, ни вот по этой оси. Ни вот так. Никак он не ходит и при этом спокойно извлекается. То есть, без особых усилий. Всё, вот он вышел. Вот. И сейчас воткнём эту радость по очереди и эту, и ту в LCT. Так. Ну и второй испытуем. Это у нас MK18MOD0. Это LCT или так называемый ещё CQBR. Давайте не будем срачей нас тут разводить. И, соответственно, сейчас полезет второе поколение. Вот оно защёлкнулось. Этот фиксатор ушёл. И здесь я обращу внимание, ребят, это уже косяк самой шахты. То есть, самого бадика. Он слишком широкий. Не знаю, на что он рассчитан. Видимо, над каким-нибудь ренджишной станаги, которая толще практически на 2 мм. Вот. Ну и здесь есть хождение. Может косяк с хоп-апом. Но сам факт, что лезет, фиксируется и подаёт. На самом деле. На удивление. Хотя при таких люфтах косяки с подачей просто обязаны быть. Вот. Ну и, соответственно, лезет третье. Сейчас мы его... Сейчас мы его запомним. Вот он. Защёлкнулся. Соответственно, фиксатор ушёл вглубь. Здесь то же самое. Чуть-чуть поменьше, наверное. Но, блин, ребят, всё равно. Такие вещи, ребят, если лечится, на самом деле, вилкрой или наклеиванием какой-то скользящей проставки внутрь шахты магазина уже с одной из сторон. Он желательно не вот с этой, а с другой, чтобы он лучше прижимался. Но на самом деле надо искать соосность, чтобы иначе хоп-ап не развернуло. Вот. Соответственно, сюда оно лезет. Наверное, не буду выключаться. Так, в общем, скажу. Из моих опытов залезло в GP. Причём очень бодренько залезло. Хорошо так. Залезло в G&G на такой же косяк, как у LCT. То есть, слишком широкая шахта магазина подаёт, но всё равно дребезжит. Вот. И, в принципе, ведёт себя нормально. Значит, единственное, повторюсь, так как ещё раз повторюсь, что у меня спилено окошко, на некоторых боксах, именно боксах, не бадиках, ребят, слишком большая борода. И, соответственно, он не пускает, не пускает его к горлу хоп-апа нормально, да, стоит, чтобы фиксатор был прожат. Вот. И, соответственно, приходится подтачивать, либо там иногда косяк возникает с этим. Ну, вот, по крайней мере, ещё на бадиках не встречался, у меня легко списал, что, типа, у него, по-моему, ВФЦ, что ли, не залез до конца. Вот за это он спиливал чуть-чуть здесь. Вот. В принципе, проблем с ним нет. Общее впечатление по магазинам. Ребят, классный ПМАК, за свои бабки вообще офигительный, потому что, напомню, 2000 за оригинал по такой же ёмкости. Значит, не двухкомпонентный, минимум каких-то потеряемых или ломаемых частей. Очень классный пластик, то есть его хрен разобьёшь, сам он очень лёгкий. И, в принципе, из моих, как бы, таких рекомендаций, это просто абсолютнейший мастхэв, потому что ПМАКов найти очень, ну, как бы, очень сложно их найти. А, вот, допустим, использовать станаги от тех же GMP, это либо дорого, либо металлические чаще ломаются, просто потому что у них гнутся корпуса. Это же не настоящий, да, там, станаг, который пожёстче. Вот. И с ними бывают проблемы. Вот. На этом, я думаю, всё. Ищите. Можете, как бы, нашим друзьям писать. У них они иногда бывают. Вот. И, соответственно, пользуйтесь. Поэтому одна из хороших вестей, наверное, в этом году. Поэтому всем приятного. Встретимся попозже с более большим сравнением. Ну, и, соответственно, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Всем пока.